Марина или Мариана Юрьевна Мнишек, дочь сандомерского воевода Ежи Мнишек и Еви Гитарла, жена Лжедмитрия I, венчанная с ним в мае 1606, незадолго до его гибели, и коронованная как русская царица, затем жена следующего самозванца, Лжедмитрия II, выдававшего себя за первого, активно участвовала во всех основных событиях смутного времени. Биография представительницы шляхетского рода Мнишеков, украшенная романтическими рассказами и знакомством Мнишек с Лжедмитрием произошла около 1604 года, и тогда же последний, после своей известной исповеди, был помолвлен с ним. Быть женой неизвестного и некрасивого бывшего холопа Марина согласилась из-за желания стать царицей под влиянием уговоров католического духовенства, избравшего ее своим орудием для проведения католичества в русское царство. При помолвке ей были обещаны самозванцам, кроме денег и бриллиантов, Новгород и Псков и предоставлено право исповедовать католичество и выйти за другого. В случае неудачи Лжедмитрия, в ноябре 1605 года состоялось обручение Марины с Лжедмитрием, которого представлял дьяк Власев, а 3 мая 1606 года она с большой пышностью, сопровождаемой отцом и многочисленной свитой, въехала в Москву. Через 5 дней состоялось венчание и коронование Марины, как русская царица она получила имя Мария Юрьевна. Ровно неделю царствовала в Москве новая царица. После смерти мужа начинается для нее бурное и полное лишение и жизнь, во время которой она показала много твердости характера и находчивости. Не убитая во время резни 17 мая только потому, что не была узнана, а затем защищена боярами, она была отправлена к отцу. В августе 1606 года Василий Шуйский поселил всех мнишиков в Ярославле, где они прожили до июля 1608 года. Состоявшимся тогда перемирие России с Польшей было, между прочим, постановлено отправить Марину на родину, с тем, чтобы она не называлась русской царицей. На пути она была перехвачена с Боровским и доставлена в Тушинский лагерь. Несмотря на отвращение калужа Дмитрию двум, Марина тайно обвенчалась с ним в отряде Сапеги и прожила в Тушине более года. Плохо жилось ей с новым мужем, как видно из ее писем к Сигизмунду и папе, но стало еще хуже с его бегством из Тушина. Боясь быть убитой, она в гусарском платье с одной служанкой и несколькими сотнями донских казаков. Бежала в Дмитров к Сапеге оттуда, когда город был взят русскими, в Калугу, к Тушинскому вору. Через несколько месяцев после победы Жалкевского над русскими войсками она является с мужем под Москвой в Коломне, а по низвержении Шуйского ведет переговоры с Сигизмундом о помощи для занятия Москвой. Между тем москвичи присягнули Владиславу Сигизмундовичу и Марине было предложено отказаться от Москвы и ограничиться Самбором или Гродно. Последовал гордый отказ и с ним прибавилась новая опасность быть захваченной поляками. Поселившись в Калуге с мужем и новым защитником Заруцким она прожила здесь до начала 1611 года. Уже под покровительством одного Заруцкого и с сыном Иваном, называвшимся Дмитриевичем, до июня 1612 года она находилась под Москвой, преимущественно в Коломне, где был и Заруцкий. После умерщвления Ляпунова она заставила Заруцкого и Трубецкого объявить ее сына наследником престола и вместе с Заруцким подослала убийцу к Пожарскому. Когда отпал от нее Трубецкой, подступившие к Москве земское ополчение заставило Марину бежать сначала в Рязанскую землю, потом в Астрахань, наконец вверх по Яйку. У Медвежьего острова она была настигнута московскими стрельцами. Скованная вместе с сыном доставлена в Москву. Здесь трехлетний ее сын был повешен, а она, по сообщениям русских послов польскому правительству, умерла с тоски по своей воле, по другим источникам она повешена или утоплена. Имеется предание, согласно которому Мнишек перед своей смертью якобы прокляла род Романовых, будто бы предсказав, что ни один из Романовых никогда не умрет своей смертью и что убийства будут продолжаться, пока все Романовы не погибнут. Кроме того, существует версия, что Марина Мнишек была заточена в круглой башне Коломенского Кремля, где и скончалась. Сохранились многочисленные ее письма к отцу, королю и папе римскому. Известен ей так называемый «дневник» Марина Мнишек. Составленный, однако, не ею, а человеком из ее свиты интересные факты. В 1605 год в багаж Марины Мнишек Лжедмитрия была впервые привезена в Россию вилка. На свадебном пиру в Кремле демонстративное использование вилки шокировало русское боярство и духовенство. В дальнейшем вилка, как символ нерусского происхождения Лжедмитрия, стала поводом для недовольства противников Лжедмитрия. Другой причиной, по которой Лжедмитрия заподозрили в переходе в католичество, был отказ от похода в баню. Для русского человека того времени баня всегда была неотъемлемой частью жизни. Лжедмитрий же с супругой в баню не ходили, что в России вызывало возмущение. Источник дневника Марина Мнишек. Название «Дневник Марина Мнишек» появилось с легкой руки Николая Устрелова, который он применил в его работе. Сказания современников о Дмитрии Самозванце, части Айви, дневник Марины Мнишек и польских послов в 1834 году. Однако в предисловии он указывает, что рукопись написана неизвестным полякам, бывшим в свете Марины. Рукопись была получена Устреловым от неназванного любителя отечественной истории и была взята из манускриптов ученого Албетранди. О Марине Мнишек в дневнике говорится в третьем лице, например, дочь воеводы привезли в Краков в художественной литературе. Марина Мнишек. Центральный персонаж трагедии Айс Пушкина. Борис Годунов. Образ М.М. Пушкин расценивал как художественную удачу трагедии и намеревался вернуться к этой исторической фигуре в других произведениях. Марина Мнишек. Героиня цикла пьес драматурга Константина Скворцова посвященных смутному времени.